Уникальная личность в искусстве. Под таким названием в областном историко-краеведческом музее прошел ряд мероприятий по случаю 115-летия со дня рождения Гарифулы Курмангалиева. Была подготовлена посвященная народному артисту Казахстана выставка. Своими яркими воспоминаниями поделились его ученики и представители старшего поколения, которые были знакомы с ним. Гарифуле Курмангалиеву как пропагандисту и единственному исполнителю песен Мухита удалось пройти интересный творческий путь. Помимо того, что он был талантливым исполнителем, он и сам писал песни. Исполнив множество ролей на сцене театра, также поражал зрителя своим актерским мастерством. Но, пожалуй, самое важное – это его умение обучать молодежь и неустанно трудиться для развития западной песенной школы. В ходе мероприятия последователи традиционного искусства, ученики Гарифулы Курмангалиева, поделились воспоминаниями и, конечно, исполнили его песни. ПЕСНЯ «Я один из последних его учеников. Обучался у него в 1985 году. Сейчас школа Мухита хорошо развивается. В конце 90-х не так было. Сейчас она снова набирает обороты. В колледжах, вузах и в районах при музыкальных школах открыты школы Гарифулы. Много талантливых ребят выходит оттуда». Сегодня ученики Гарифулы Курмангалиева вносят значительный вклад в развитие культуры во всех уголках страны. В ходе встречи студенты, проживающие в Алматы, передали пожелания своей малой родине и поделились воспоминаниями о своем наставнике. Мероприятие продолжилось знакомством с выставкой. Здесь представлены фотографии артиста, написаны о нем статьи, документы и сценические костюмы. «С целью сбора данных о Гарифулле Курмангалиеве, когда я работала в музее в Каратубе, ездила в Алматы. Тогда у нашего земляка, полковника Исингазиева Уорангали была его думбра. Он играл на ней и сам ему подарил. У Уорангали она хранилась 42 года. Потом он передал ее мне со словами «Пусть с этой думброй Гарифулла вернется на родину». Мероприятие памяти Гарифуллы Курмангалиевой найдут свое продолжение. А эта выставка будет работать до середины марта. Екатерина Шмидт, Рустам Ищанов, Алихан Ясказеев, Акжаик, Акпарат.